Наибольший рассвет древнего узгена, как пишут историки, пришелся на 11-12 века. Предметы, найденные при разных раскопках, свидетельствуют о том, что город имел по тем историческим меркам достаточно богатую инфраструктуру. В древнем узгене было много кирпичных построек, сеть водопроводов и канализации, общественные бани, гостиницы. Город был одним из главных торговых узлов Великого Шелкового пути. Облом величия средневекового узгена сегодня напоминает архитектурный комплекс, в который включает в себя 40-метровый минарет и расположенные от него примерно в 100 метрах три мавзолея. В них, судя по многим источникам, были похоронены представители династии караханидов. Теперь же в одном из мавзолеев хранятся и все археологические находки. Исторические артефакты, хоть и бережно сложены прямо на полу помещения, но это все равно не выход, ведь они должны находиться в музее. В узгене никогда не было музея. 15 лет назад мы начали строительство здания информационного центра для туристов, но оно, как вы видите, было приостановлено из-за отсутствия средств. Теперь мы начали строительство уже полноценного музея, где мы могли бы выставить все предметы, имеющие большую историческую ценность. Музей мы планируем построить здесь небольшой. В будущем, я надеюсь, дело дойдет и до строительства более масштабного здания. Впрочем, и строительство небольшого музея в масштабах района здесь можно считать грандиозным проектом. Всего площадь музея составит около 400 квадратных метров. Стены его планируют возвести из кирпичей, которые будут визуально похожи на те, из чего в древности возвели мавзолеи. Для кровли планируют использовать алюкабонд, а пол будет из желтого камня травентина. Дизайн здания придуман директором комплекса, а проект на стадии разработки специалистами Орской областной архитектуры, поэтому смертная стоимость пока неизвестна. По примерным подсчетам уйдет 40 миллионов сомов, говорят авторы идеи. На втором этаже будет конференц-зал, на первом этаже археологический отдел, а в коридоре будет галерея с портретами известных личностей, родившихся в Узгене. Также мы планируем открыть видеозал, где будут показываться документальные исторические фильмы. История Узгена настолько богата, а это место уникально, что вызывает большой интерес как туристов, так и исследователей. Поэтому мы рассчитываем, что с открытием музея поток туристов возрастет в разы. Грандиозным этот проект можно, впрочем, считать и потому, что его финансирование планируется из городского бюджета Узгена. Помочь деньгами хотят и местные предприниматели. По завершению строительства работники нашего музея Сулаймонто займутся научно-исследовательскими работами, экспедициями, созданием тематических экспозиционных залов. Эти работы очень важны для создания истории и науки. Но главной все-таки проблемой архитектурно-исторического комплекса Узгена является, что все три мавзолея нуждаются в реставрации. В одном из них протекает крыша, в другом пострадали стены от землетрясения. Для реконструкции исторических памятников нужна будет уже внушительная сумма, которую местный бюджет точно не потянет.